1 2 3 1 2 3 добрый вечер всем кто присоединяется пожалуйста типичный вопрос слышно для меня хорошо я проверяю сейчас еще раз все контакты еще раз поласкиваю руки и как обычно по понедельникам встречаемся в прямом эфире для того чтобы мило поболтать хотела я сказать болтали мы раньше когда встречались на живых собраниях сейчас конечно мне кажется эффективность вот таких вот виртуальных наших презентаций гораздо выше чем когда мы собираемся в зале хотя конечно многие наши девочки по-прежнему любят живые встречи живые презентации у нас вчера была живая презентация ну и конечно мы все испытали огромнейшее удовольствие потому что презентация тэпервара это очень здорово даже если имеешь опыт более 15 лет в тэперваре кто-то уже там и 19 20 но все равно вот это живое общение это обмен энергиями обмен рецептами обмен какими-то фишечками лайфхаками это всегда хорошо для так скажем здоровых хозяек для правильных хозяек и так сейчас сегодня понедельник мы закрыли 38 неделю спасибо большое всем тем кто был активен спасибо за заказы и мы переступаем 39 неделю и 39 неделя это заключительная неделя сентября и я напомню для тех кто может быть недавно играет в эту игрушку под названием тэпервара что у нас есть каталог текущих изделий тэпервара он меняется два раза в год весна лето зима осень сейчас мы уже живем работаем с осенним каталогом мы несказанно ему рады потому что цены в нем стали даже на некоторые позиции значительно ниже и цены припечатаны теперь в каталоге поэтому те девочки которые активно любят тэпервара я вам очень рекомендую свои заказы добавлять каталоги и все-таки делиться ими со вселенной потому что не надо быть эгоистами и если вам это все нравится то конечно и вашим друзьям подругам и соседкам это тоже понравится и на этой неделе на прошлой неделе наша юля в отпуске наш секретарь и я работаю за нее в полный рабочий день обычно я работаю в свободном графике либо когда никого нет в офисе и знаете так интересно слышать отзывы людей об изделиях и я за эту неделю столько выслушала таких приятных теплых добрых таких вот знаете ли ну таких интереснейших комментариев интереснейших каких-то фидбэков и подумала ой как здорово все таки работать в таппервар и какая у меня замечательная работа вот так что юля скоро вернется но я надеюсь что я почаще буду бывать в офисе каталожные изделия до каталог работает но помимо этого у нас всегда есть программа специальных предложений конечно на которой мы фокусируемся больше и всегда на таком буклетике указаны недели действия сроки действия здесь указано с 36 по 39 неделю мы работаем вот с этой программой то есть первое главное как бы фокус и новость этой неделе заключается в том что вот эти предложения сентябрьские вы можете перейти на нашу страничку то первое лига . лв посмотреть там еще раз внимательно можно открыть буклет в электронном виде есть раздел с описаниями с видео все удобно все понятно это все действует только лишь до следующего понедельника это будет по моему 2 ноября до 10 утра нужно успеть октября и нужно успеть это все заказать если вы оттягивали момент например из изи спиде до двухскоростной миксер например силиконовая кисточка например масленка например ультра про хлебница вот эти замечательные наши робин зоны которые тоже редко бывают в продаже вот сейчас они есть поэтому вот сейчас настоятельно рекомендую я вам их заказывать конечно же серия гурман вот такая вот для красивой сервировки для подачи она немного сохраняет температуру и может поддерживать температуру ваших блюд и ее главное преимущество заключается в том что эту серию можно ставить микроволновку когда вам на следующий день или там через три часа нужно будет это все подогреть первый раз они продажа конечно же силиконовые пакеты сейчас стоит определенную одну цену через неделю ровно в 12 часов уже в 10 часов утра карета превратится в тыку то есть силиконовые пакеты из акционных превратятся сразу в не акционные ну конечно люблю всегда посмеяться но так обычно бывает что как только акция заканчивается тогда вот сразу все просыпаются сразу это всем нужно не будьте такими как вот кто-то из деревни вела баджо а нужно заказать конечно успеть вовремя и в срок потому что иногда даже мы при всей нашей душевности и толерантности не можем к сожалению пойти вам навстречу и выполнить ваши пожелания но стараемся так это значит первое первый основной блок и фокус это то что последняя неделя конечно в этом же ракурсе хотела бы вам сказать что обращайте пожалуйста внимание на бонусы активности если вы являетесь постоянным зарегистрированным клиентом а вторая новость ну она даже как бы вот не новость а такая новостишечка не знаю как по-другому сказать заключается она в том что продлили акции одну из акций тридцать восьмой недели и это двухлитровая бутылка на мне пожалуйста с витрину вот эту оранжевую знаете мы всегда вот кто первое понимает и любит мы всегда у нас есть такое выражение как сила образца когда у тебя есть образец когда у тебя нет образца так вот оранжевая бутылка новинка в каталоге появилась мы очень радовались ну вот это просто оранжевый цвет я так покрасивше что было покрасивее простите у меня такой жаргонный уже язык стал вот хотя знаете когда я только переехала из петербурга в латвию в ригу мне очень часто очень много наверное года четыре мне делали люди комплименты о том как я красиво говорю на другом русском языке я конечно этого не слышала и не понимала вот но мне было очень приятно это слышит мне казалось я говорю на обыкновенном русском языке и когда мы приезжали куда-то в регионы а в тот момент руководителем дистрибьютором то первое был были варис евой и варис брал меня иногда с собой в региональные командировки по регионам по районам латвии и я не могла тогда ни слова сказать по латышски ну вернее нет уже тогда могла какое-то количество я говорила девочкам так что я могу говорить либо на плохом латышском либо на красивым хорошим русском но и говорил на русском и и мне делали комплименты что ой какой у вас другой язык конечно за годы жизни в латвии я настолько адаптировала и упростила свой язык для того чтобы латышскоговорящие девочки наши могли понимать все то что я говорю настолько научилась говорить так как бы сокращенно что вот жалею даже о том что потеряла свой красивый русский язык вот это маленькое отступление так вот из-за чего это все я начала сила образца это я какое-то жаргонное слово сказал так вот а для того чтобы было красивее звучало красивее я говорю так это бутылка цвета hugo boss потому что у hugo boss синие с оранжевым сочетается вот синие с оранжевым синие джинсы и оранжевые нитки вот ну ладно хорошо красивая бутылка ну красивая сейчас когда мы неделю назад получили информацию о том что будет у нас двухлитровая бутылка розового цвет по картинке эта бутылка это возвращаю по картинкам эта бутылка розовая но она была просто розовая и тут вы не поверите мы получаем пятницу товар и я ее распаковываю она она не просто розового цвета или лососевого цвета или там не помню как еще мы их называем а она цвета пыльной розы я не знаю передает ли сейчас камера этот цвет или нет передает нет это девочки самый модный цвет сейчас цвет пыльной розы по нему сходят все модницы с ума и костюмы такие есть сейчас очень много одежды в таких тонах и дочка у меня очень следит за всеми трендами брендами и прочее не в мать пошла не знаю в кого вот это очень очень модный цвет и бутылка действительно такого приятного цвета которым хочется обладать вот поэтому вторая новость заключается в том что вот эти двухлитровые бутылки сейчас продлены и в тридцать девятую неделю можно их заказывать и еще и приятная цена 19 90 то есть дешевле значительно чем оранжевая бутылка в каталоге все то же самое только другой цвет и повторюсь что она прекрасно входит в дверцу холодильника у нее эргономичная форма она чуть-чуть сдавлена для того чтобы вам было удобно ее держать у нее есть вот такой держатель который фиксируется вот здесь легким нажатием но потом уже вытащить не сможете и это дневная доза нормального взрослого человека и по такой бутылке очень хорошо следить за тем как вы поддерживаете водный баланс так эту новость я убираю в сторонку надеюсь что здесь все ясно понятно так 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 и тогда еще все новостей больше нет есть еще одна новость что что-то там в 11 только можно было завтра говорить нет тнт завтра в 11 можно говорить кое-что еще нельзя говорить следите тогда на сайте за информацией но также хочу все новостей нет поэтому кто хочет только новости может идти готовить ужин а я же останусь для того чтобы еще немножечко маленьких фокусов вам показать потому что готовлю каждый раз каждому эфиру что-нибудь новенькое что-нибудь необычное нет есть еще одна новость смотрю на меня так серьезно я не могу когда так смотрят есть еще одна новость на следующей неделе я очень постараюсь пойти как бы в отпуск но и и провести прямой эфир вот в таком виде в обычном я не смогу следующий понедельник но буду стараться сделать этот эфир вовремя в 18.00 по латвийскому времени и этот эфир мы проведем вместе с моей очень дорогой подругой наталии сербиной мы с наташей дружим уже много лет любим друг друга просто безумно она моя волшебная спасительная палочка я надеюсь что я иногда спасаю ее когда вдруг мы теряем вдохновение вот то мы черпаем его друг у друга и мы договорились с наташей что попробуем мы этого никогда не делали я не представляю себе технически как мы это сделаем какой будет свет какой будет звук но тем не менее мы будем стараться встретиться вдвоем и сделать такой вот эфир где будем готовить наверное у нас не очень получится но мы сможем поболтать и поговорить если вам интересно то вы можете сейчас вот за оставшуюся неделю если вы смотрите на фейсбуке тогда вы можете в фейсбуке прямо писать вопросы или темы на которой мы могли бы с наташи поговорить и например там один вопрос но мое мнение и и мнение можем так в режиме вопрос-ответ если же вы смотрите на ю тубе а я думаю что большинство наташиных подписчиков и ценителей так скажем смотрят ее на ю тубе и меня наверное тоже тогда вы на ю тубе в комментариях можете писать свои идеи вопросы темы на которые мы могли бы поговорить мы постараемся сделать этот эфир не очень долгим минут на тридцать тире сорок но вот постараемся сделать так чтобы вам было интересно так дальше опять-таки просто мимоходом напоминаю обращаю ваше внимание на то что следующий понедельник в десять утра терка дайсер превратится тоже из терки по акционной цене 6690 в цену 9990 поэтому обратите пожалуйста на нее свое внимание также и еще мне очень нравится в предложениях сентября вот этот термос я удивлена что они до сих пор не закончились потому что все что имеет металлические части все что с металлом то первое заканчивается очень быстро маленькое количество я знаю почему но вам говорить не буду вот и это модная форма вот сейчас это модная форма и это изделие которое нужно тем людям которым обычные степер вары как будто бы ничего не нужно то есть у меня например запрос посылают а что можно подарить там вот учителю информатики что можно подарить боссу что можно подарить может быть женщине которая живет одна и не готовит и вот люди которым из степер вары ничего не годится ничего не нужно картошку не чистят сыр не хранят борщи не варят на терках не труд воду в бутылках не носят есть такие люди я абсолютно это все принимая воспринимаю когда мне что-то говорят про украшение я могу про украшение так сказать спасибо мне ничего не надо я не ношу никакие украшения кроме обручального кольца и еще одного волшебного кольца которым я плачу это кольцо платежно я его прикладываю вместо карточки к терминалу и можно платить представляете только поэтому ношу украшение так вот есть такие люди которым ничего не надо но термос уже уж у вот под такой термос им нужен красивый дизайн легкий в использовании то есть не надо откручивать а можно нажать просто на одну кнопочку и уже можно им пить закрывается надежно все вот так не откроется ну и пьют все люди если там на тему еды и приготовления можно поспорить то чай кофе с утра горячую воду холодную воду окей может быть хоть просека хоть сангрию хоть с виски чуть-чуть сколой тут размешать но вот такие люди как правило которым ничего не надо но пьют они точно поэтому такая вещь им пригодится у нас в латвии я думаю что наверно в других странах тоже первые выходные октября будет отмечаться день учителя так вот к одним учителя это прекрасный подарок вы можете подарить либо лично если это хороший например ваш преподаватель любимый либо скинуться всем классом по чуть-чуть и такой подарок сделать когда люди много говорят им нужно смягчать горло и конечно такая вещь пригодится и люди будут каждый день вас благодарить и вспоминать добрым словом тоже очень хорошая скидка и в каталоге значительно дороже и последние дни когда можно ее заказать так ну и хлебница ультра про и вот этот вот комплект собственно ради него я и устроила тут такой немножко хаос на столе потому что я хочу вам одну тему сегодня такой один урок преподать и уже проболтала 15 минут молодец я никуда не тороплюсь наташечки эфиры по два часа идут так что сидите и смотрите не переключайтесь тема вот этого урока звучит так хлеб у нас программе сентября есть вот такая вот большая большая хлебница это конечно же хлебница для большой семьи если вы живете небольшим составом дети разъехались да муж где-нибудь работает все время вам такая большая не нужно ждите акцию когда будет акция вот на такую вот тостерную хлебницу я такую тоже очень люблю у меня кстати дома только такая большая мне ни к чему мы столько хлеба не едим вот но есть большие семьи либо семьи которые покупают разные виды хлеба кому-то только тостерный кому-то только какой-нибудь семечками кому-то только черный рудзу майзи вот это на тот случай для большой семьи второй момент нужно обязательно понимать куда человек ее поставит и когда вы такую заказываете то тоже думаете куда вы ее поставите потому что ставить ее в закрытые ящики нельзя дальше это темное прохладное грамотное место для хранения хлеба здесь рифленое дно и могу разобрать и показать вам что да вот здесь вы так не увидите вот здесь и вот здесь есть тоненькая такая пленочка отверстие с проклеенные конденсат контролем с внутренней стороны даже никак не подсмотреть туда но если глазками посмотрите то вы ее увидите эту тонкую пленочку тонкую мембрану вот благодаря этой мембране которая называется конденс контрол это запатентованная система тупервара для хранения для циркуляции кислорода в емкостях в сырницах и в хлебницах и обязательно надо следить за тем чтобы эта крышка правильно стояла и здесь обеспечиваются идеальные условия для хранения хлеба разного типа разного вида и крышка здесь не герметично естественно закрывается а она шарнирная то есть она просто фиксируется сверху в лунки эти падает и все в хлебницах не может быть герметичных крышек просто потому что хлеб тогда будет задыхаться хлебница прекрасно хлебница создана была европейскими дизайнерами разработчиками для как бы усредненного такого европейского хлеба я думаю что многие из вас были в германии в пекарнях во франции в пекарнях в швейцарии может быть вот такую среднюю европу представьте себе у них очень мало хлеба вот в этой пленке как мы покупаем очень часто когда я прихожу в наш магазин пытаясь выбрать хлеб вижу даже капельки конденсата в это в этой пленке в этом пакете то есть там уже влага такой хлеб покупать не надо в общем про хлеб целая такая сложная тема есть у меня отдельное видео где рассказываю но маленькое предупреждение значит первое чтобы хлеб здесь хорошо хранился покупайте его без пластиковых упаковок то есть рудзу мази еще какой-то в бумажных упаковках старайтесь выбирать такой хлеб второе лучше стараться покупать ненарезной хлеб потому что на производстве когда хлеб режут тогда как в детской игре вот это колечко колечко тогда грибок плесени заселяют просто вот в этих вот срезах и возможно я не говорю про весь хлеб вы перекладываете его туда и плесень уже сразу вы ее принесли из магазина и она развивается между кусочками хлеба поэтому лучше будет лежать не нарезанный хлеб а цель цельным кусочком так пока вы завтракаете обедаете или ужинаете убираете крышку ваш хлеб тоже должен подышать современном хлебе очень много влаги для того чтобы тяжелее это все было и соответственно вам продают этот вес поэтому а если много влаги то плесень развивается естественно быстрее поэтому убирать пока вы завтракаете открывайте пусть он даже подсохнет ничего страшного вообще хорошо если он даже подсохнет вы потом крышкой закроете через два часа он опять станет таким как нужно вот это такой краткий ликбез как пользоваться хлебницей но сейчас покажу самую главную фишечку если вы хотите чтобы хлеб ваш лежал долго и хорошо как в вашем детстве например когда хлеб просто засыхал а не покрывался вот этой вот махровой махровой жуткой плесенью тогда нужно учиться готовить хлеб самим это на самом деле очень очень просто я бы сказала так что это даже как с ради какой-то терапии можно с вам вот там чуть-чуть пришли пораньше и вот можно заняться всем этим процессом я вам могу сказать что себестоимость не высокая что гораздо выгоднее самим печь хлеб чем ну смотря какой покупаете ладно этот аргумент я упущу дороже не дороже например сегодня я вам буду показывать просто обыкновенный белый хлеб с семечками здесь себестоимость ну такая низкая да здесь всего 700 граммов муки 600 миллилитров воды сахар соль дрожжи и семечки какие по скребла по шкафчикам и все у нас есть огромное количество уже хозяек ну наши постоянные клиенты наши вот постоянные девочки которые приходят делятся с нами опытом уже очень многие освоили процесс выпечки хлеба самостоятельно постоянно вижу у них они уже и на закваску перешли и так и так и так и осваивают развиваются и знаете это немножко отвлекает когда у хозяйки много детей и например там пойти в спортзал на танцы на йогу но это все и невозможно это очень сложно если ты работаешь дети у тебя и еще на йогу сходить правда сложно хобби не найти да но тогда девчонки переключаются на такое хобби хотя бы вот вот буду печь хлеб давайте изучать новое хобби будем печь хлеб сейчас у нас продажи нет кружки сито к сожалению поэтому даже не хочу вас дразнить этой кружкой сито она конечно прекрасно но чё дразнить если нет в продаже те у кого есть достаете кружку сида показываю вам такой ленивый способ как можно как бы заменить какая есть альтернатива взрыхлить муку понятно что если там какие-то мошки букашки и прочее то это не спасет а кружка сито спасет но мы говорим про здоровую ситуацию когда у нас никто в муке не живет хотя и такое бывает так вот я взрыхлила 700 граммов муки отмерила заранее так теперь теперь беру воду вот у меня здесь 700 и 600 миллилитров воды мне нужно сюда добавить чайную ложку соли и вот мне подарила или а мне кажется вот такую вот вкусную соль с приправами и я беру вот так от души я хочу ароматный такой очень хлебушек сделать берут одну чайную ложку соли у меня с травками поэтому я сейчас как бы на экране добавила одну с лишним да просто потому что у меня там травки объем забрали дальше столовая ложка сахара очень люблю эту сахарницу раз дозирует 2 сыра в офисе и потому так это столовая ложка сахара сахарница дозирует вот так нажимаете дозирует поднимаете крутить ее надо крутить тогда не дозирует и удобно что крышкой закрывается и удобно что крышкой можно пользоваться когда за там немножко да чтобы не насыпать чего-нибудь куда-нибудь дальше мне нужно 40 граммов дрожжей вот дрожжи в купервары как-то обычно не перекладываю не знаю почему потому что тогда не видно сколько насыпаешь граммов а в этих пакетиках сразу видишь объем ну вот как то вообще люблю сырыми дрожжами больше пользоваться чем сухими 40 граммов дрожжей и по-моему все что я хотела сюда добавить сюда не идет яйцо яйцо у меня сейчас для другого фокуса здесь стоит фиксирую и еще раз показываю что этот шейкер винтовой закрывается как лекарство как современные все крышки с лекарствами сначала в одну сторону потом в другую проверяю и теперь взбиваю вода холодная можно не держать эту крышку потому что она винтовая он не взорвется и и прелесть этого шейкера в том что в нем вы можете взбивать газированные субстанции кефир теплая горячая и так далее и так далее обогащается кислородом просто невероятно я сейчас даже засмотрелась на то сколько там пузырьков видно вот эту пенку так и теперь начинаю сюда это все вмешивать удобная эта юбочка не пользуюсь для хлеба я металлическим венчиком на мой взгляд он для других целей предназначен больше люблю для теста для хлеба все-таки пользоваться пластиковыми мне кажется металл немножко как бы осаживает что осаждает тесто так можно было бы сейчас мне взять как бы в ленивом варианте так в ленивом варианте закрыть крышку герметичную и потрясти вот так но я так не люблю делать потому что второй подбородок трясется и на камере некрасиво это все смотрится вот но дома когда никто не видит так можно сделать убираю венчик сейчас уже лопатка силиконовая идет вход больше тут люблю я знаете что скребочек такой существует так лопаткой собираю вот так все чуть-чуть вымесила и теперь сюда бросаю семечки 60 граммов вообще-то надо по рецепту льняных семечек 60 граммов кунжутных семечек унесла домой с последнего мастер-класса кунжутные чтобы тут не их портились а надо сразу их есть и льняные беру льняные у меня здесь хранятся аж в перцемолке потому что наша вот это вот зыр на меня льняные семечки и кто там кефирчик любит попить льняными семечками так вот пожалуйста можете иметь в виду что такая зыр на меня прекрасно с этим справляется я еще просто хочу добавить тмина мне очень нравится тмин он потом в хлебе набухнет немножко и будет вкусно и хорошо и еще добавлю куркуму класс это просто для цвета имейте пожалуйста в виду это кстати знаете тоже это первое изделие конди серф только в миниатюре смотрите какая прелесть вот имейте пожалуйста в виду что куркума довольно таки сильно может покрасить посуду точно так же как она может покрасить ваши какие-то платья если да где-то капнули попали например не лень было переодеваться после работы пошли супчик приготовили и куркума попала она все красит осторожно и морковка современная тоже почему-то все очень сильно красит так вымешиваю просто все по часовой стрелке все в одну сторону постепенно постепенно мука набухает так лейковина у нее выделяется и тесто моё становится более таким правильным так замешиваю у этой миски есть очень удобная ручка за которую я держу также у нее есть носик клювик вот этот через который удобно все сливать и также у нее есть две крышки одна крышка сплошная вторая миксерная крышка для того чтобы вы могли миксером что-нибудь ей тоже блендером миксером что-нибудь ей взболтать взбить и так же в это отверстие в крышке миксерная можно поставить и на водяной бане что-то растопить так сейчас я еще чуть-чуть чуть-чуть его доведу до ума в это время уже можно в принципе поставить духовку и она будет постепенно нагреваться но этому тесто нужно постоять для того чтобы оно поднялось так все сейчас перекладываю еще раз мою руки непривычный мне объем теста обычно мы делаем из полкилограмма муки а здесь гораздо больше здесь 700 и потому мне непривычно его месить столесница у нас выше чем обычная стандартная дома и приходится так как корж он нависать так я беру ультра про с тем чтобы напомнить многим что ультра про это не только утятница для приготовления каких-то вторых блюд до плова мясо рульки овощей и чего бы то ни было такого но вот в этой форме ультра про также замечательно готовить выпекать хлеб сейчас я вам показала ленивый способ как смазать форму ультра про капаете масло и водой это споласкиваете если вы просто маслом будет туговато плотно а вот так вот очень хорошо так выкладываю теперь тесто сейчас я его руками все равно помну надо бы руками низко практически чистая больше она мне пока не нужно будет но я покажу вам сейчас этот комплект так 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 сейчас я его доведу дома семечки берете любые какие хотите чем больше семечек тем полезнее чем вкуснее орехи тоже можно у нас в латвии очень популярен хлеб с сухофруктами можно и сухофрукты если добавляете сухофрукты то нужно их помыть чуть-чуть даже в сервофиксе подержать и тогда обвалять в муке для того чтобы они уже в выпечке не осели все на дно так я не хочу как бы много муки очень до перри перемесить его поэтому вот так вот чувствую нежно нежно не хочу делать его очень плотным вот такое мне нравится так теперь вот как удобно на коврике раскатывать теперь перекладываю его в ультра про и оставляю подумать вообще-то его нужно по всем правилам его нужно поставить на водяную баню я поставлю его тоже на водяную баню но когда приеду домой я дома буду его доделывать и тогда уже в комментариях приложу фотографию что получилось я дома его выпеку и покажу вам что это будет вот если не болтать если не отвлекаться если не думать о том что это эфиры на меня смотрит какое-то количество людей то готовится это все невероятно просто и по себестоимости тоже можете посчитать насколько это не страшно и даже интересно и я бы сказала что здорово когда дома пахнет свежим хлебушком потом мы его смажем еще сливочным маслом сверху и так далее и так далее и сейчас в заключении и я хочу еще показать вам немножко разницу вот этот вот шейкер имеет пропеллер вот здесь вот такой вот у меня пропеллер я взбивала здесь всего лишь воду с дрожжами как бы ничего страшного не произойдет а вот этот шейкер имеет вот такой пропеллер у них разное назначение смотрите вот этот вот пропеллер зачем-то имеет штырёчек и не поверите только на прошлой неделе благодаря нашей любимой тёте свете я узнала зачем нужен этот штырёчек смотрите стараетесь попасть яйцом на этот штырёчек и штырёчек разбивает желток вот сейчас он правда мне его разбил правда смотрите и тогда лучше взбиваются яйца легче и быстрее я не знала если вы тоже не знали ну посидели бы в зале вы бы сделали вот так если вы тоже этого не знали напишите в комментариях хотя бы что-нибудь так и этот пропеллер как бы по задумке должен процеживать но и этот пропеллер тоже обращу внимание многих что зависит от того как вы его ставить у него тоже есть два положения вогнутая и поднятая да если муку содержит или плотную какой-то ингредиент тогда вы опускаете вниз углублением а если надо взбивать коктейли то вот так вверх и здесь тоже играет роль как вы ставите вот эту штучку если вам нужно просто слить массу тогда вы ставите так что она выливается через эту половину пропеллер а если вам нужно например вы делали какой-то коктейль и вам нужно процедить тогда вы ставите вот этим вот отверстием направлено к той половинке пропеллера которая в сеточку в решеточку и тогда этот шейкер будет процеживать вот если этого не знали но тоже можете что-то написать и теперь еще покажу последний фокус фокус поскольку этот комплект заканчивается в продаже мы не будем их брать как-то там больше с запасом да потому что потому что они не дешевые вот две крышки такая такая на водяной бане надо растопить ставите вот так и я теперь хочу вам показать на практике как это выглядит когда вам нужно выжать сок и в чем разница с нашими другими прессами и например вот с этим на этот кстати говоря подходит к шейкеру кстати говоря это тоже интересно и важно что вот так по диаметру сюда входит кружка сита и тогда вы меньше пачкаете все вокруг по диаметру она все туда заходит смотрите здесь в чем разница это для мелких плодов это для крупных плодов ставите всегда обязательно не вот так как перфекционисты а вот так немножко смещая в сторону это первый момент второй момент здесь есть два положения большие отверстия и маленькие это терочка для цитрусовых тут все просто если мне нужно сок сок нужен с мякотью я открываю большие отверстия если надо так чтобы был более чистый сок без косточек без мякоти тогда поворачиваю ставлю вот сюда сейчас мне нужен сок с мякотью и я беру апельсин на весу его режу потому что у меня очень острые ножи попробуйте своими ножами сможете так вы сможете потому что у вас полный дом тупервара я очень надеюсь вот и начинаю выжимать сок придерживаю вот этой вот за за вот эту ручку придерживаю мне очень удобно и прожимая там где большой палец кручу шкурку эту половинку апельсина и надавливаю слегка вот так 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 такими крутящимися движениями то есть не полностью вот так нажимаете вы больше сил потратите а вот каждый бог вот я давлю больше вот этим вот местом и и все хорошо так вот этот цитрусовый пресс больше подходит для грейпфрутов гранатов и для больших апельсинов которые ну вот сюда видите он как бы ему великоват не тот размер так все вот так он выжил и покажу свой любимый фокус этот фокус знаете ли те кто знают знаете как урок если знаешь так классно если не знаешь так не очень классно смотрите желе полезно есть для суставов для того сего прочего я щас на глаз делаю да когда вам нужно будет вы залезете в гугл и и в гугле найдете нужные пропорции здесь у меня желатин и холодная вода надо было сначала конечно замочить все элементарно просто чуть-чуть размешиваю обычно вообще в шейкеры размешиваю желатин когда надо его много здесь у меня такая как молекулярная кухня до очень маленькая пропорция поэтому я взяла маленький стаканчик сейчас он набухнет и вообще правильно оставить желатин набухать он прямо так застывает иногда что перевернуть можно это значит хороший желатин так 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 я почему-то больше уважаю желатин а не агар-агар не знаю почему наверное потому что выросла на холодцах и действительно джужжеле которое вот животным желатина так он набухает когда он набухнет я думаю что уже вас мучить не буду их наставлять вас ждать не буду сейчас он набухнет я поставлю вот эту маленькую штучку рамакин стаканчик это называется в микроволновку буквально на 20 секунд посмотрю растопился или нет то есть желатин застынет холодный но застынет он с холодной водой я тогда поставлю его растоплю но надо очень-очень мелкими шагами по 10 секунд чтобы не перегреть потому что если вы в микроволновке перегреете желатин животные он будет пахнуть невкусно вы испортите весь свой шикарный десерт вот поэтому либо на водяной бане либо что грязно либо на водяной бане либо аккуратно но в микроволновке на 400 ваттах лишь или ну 400 лучше так здесь у меня готов сок вот столько этого сока есть потом я соединяю этот желатин и сок но я выжму еще вторую половинку да я вам пока показываю схематически где у нас стаканчики которые такие нету на витрине с крышками с этими зелененькими нету ай-яй-яй жалко жалко ну вот смотрите значит а он уже 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 кстати да он уже схватывается растопили желатин соединяете соком у нашей хелена есть любимый рецепт она сюда еще добавляет мякоть печеной тыквы тоже вкусно получается но попробуйте сначала хотя бы вот из свежевыжатого апельсинового сока сделать желе потом асты остужаете немножко потому что из микроволновки когда вы достали это все довольно таки горячие нужно немножко остудить чтобы их температуры были одинаковыми что произойдет в противном случае эта масса горячая это холодная и у вас желатин тогда скрутится такими такими как сгустками вам так не надо поэтому уравновесить температура соединяете можно даже еще и венчиком взбить чтобы однородная масса была если не хватает сладости вы можете попробовать это же просто сок апельсиновый если не хватает сладости или кислоты можно добавить лимонной кислоты можно добавить сахара что хотите вот соединяете взбиваете и выливаете в формочки если как я сейчас вы делаете это просто вот из одного апельсина тогда кстати можно даже залить вот эту шкурку апельсина, вычистив только ее получше. Можно взять наши стаканчики, есть такие у нас маленькие стаканчики, в распродаже есть, смотрите. Можно, кстати, вот такие же стаканчики залить в желе, можно взять просто стаканчики, а если много будете делать, научитесь, тогда можно взять силиконовую форму, да, вот в этой форме очень красиво получаются желешки, можно взять любую силиконовую форму и залить в ней, хоть в яйцах, хоть в кексах, хоть вот в этих тарталетках, В чем угодно. Ну вот, уже видно, почти застыло. Видно или не видно? Почти застыло, скоро смогу перевернуть. Вот, убираете в холодильник, все, потом со взбитыми сливками подаете. Это и витаминно, и вкусно, и натурально, и знаете, что в составе этого вашего блюда есть, и не покупаете детям больше химозу. Так, и про эти стаканчики хочу сказать, что просто они, что-то мой взгляд просто на них упал, я думаю, в чем бы растворить. Микрокук не хочется пачкать ради такого объема, думаю, надо рассказать про них, потому что стоят уже два года, никто не берет. Это прелесть, что такое. Мало того, что это просто объемом 80 мл трауцинж, да, ну посудинка такая, есть такие, есть такие, но у нее есть важное отличие. Ну, во-первых, конечно, хорошо закрывается крышка, а во-вторых, их можно ставить в микроволновку, и они вообще называются кристалл вейв глазитес, то есть это материал кристалл вейв, который пропускает микроволны, и в принципе можно даже, знаете, что сделать. Ну, сейчас, да, не хочу второй пачкать, это новые, но вот сюда это яйцо можно разбитое, сырик и чуть-чуть ветчинки, и вот такое, вот такую запеканочку можно делать. Ну, одно яйцо, вот у вас будет готовое одно яйцо, либо же просто вареное яйцо прячьте сюда, то есть это просто маленькие посудинки. У меня в окружении они были популярны, когда мы кормили детей грудью, когда нужно было сцеживать молоко грудное и маленькими такими порциями замораживать. Вот это было просто спасение. Конечно, мы в микроволновке не оттаивали, не разогревали, мы ставили просто на водяную баню. Но вот эти дозочки были прекрасны. Потом ребенок, когда подрастает, можно и суфле здесь делать, и котлетки делать, и овощи быстренько приготовить, да, вот такими микродозами и так далее. У нас в распродаже они стоят, я не знаю даже цену, не в этом сейчас суть. Пожалуйста, кому актуально, берите. Вот, смотрите, вот так желатин застыл. Теперь я ставлю в микроволновку, растопить, ну, соединю и так далее, и так далее. Я не буду сейчас даже это все делать, засниму, и все, что получилось, потом, надеюсь, покажу вам в комментариях, в картинках. На фейсбуке все это увидят, на ютубе, конечно, сложнее, потому что в комментариях...